Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, когда мы чествуем образ Владимирской иконы Божьей Матери и святых равноапостольных Константина и Елены, то прежде всего хотелось бы отметить то, что всегда на нашей земле и не только на нашей земле греки, потому что это их святые Константин и Елена, они всегда чувствовали это духовное измерение жизни. Вот сейчас в основном все люди говорят о политике, об экономике, а вот тогда люди чувствовали, что самое главное это чтобы отношения с Богом были в порядке. Константин и Елена – это создатели, создатели величайшей империи, которая в нашем сознании остается Византийской империей. Конечно, она никогда не называлась Византийской империей. Это определение, которое ученые в XIX веке ввели для определения Восточной Римской империи. Византийцы всегда осознавали себя ромеями, римлянинами. Это значит, что они всегда ощущали преемство. Во-первых, преемство с этой великой империей римской, которая уже существовала до них. Ну, а во-вторых, эта новая империя, она называлась Новым Римом. Вот Москва, Третий Рим, Четвертому не бывать. Так говорят. Конечно, это не самое главное для нас, для верующих людей. Потому что для нас самое главное – это Царство Божие. И Господь сказал, что Царство Божие, оно внутри вас есть. Это значит, что всегда христиане на протяжении вот этих двух тысяч лет, они пребывали в этом Царстве, живя на этой земле. Они всегда чувствовали себя гражданами. Вот земные правители бросали их, как мы сейчас говорим, может быть, даже подставляли. Всякое было за всю историю. Но верующий человек никогда не чувствовал себя одиноким. Он чувствовал, что он является подданным, гражданином самого справедливого Царя. И это Царь, Господь наш Иисус Христос. А вот уникальность Царя Константина в том, что он признал, будучи Царем над собой этого Царя, он всегда понимал, что он всего лишь вассал. А настоящий Царь – это Господь Вседержитель, Иисус Христос. Помните, когда случился перелом в его жизни, когда он воевал с Максенцием, и Господь ему явился и дал ему животворящий крест в небесном знамении и сказал «Сим победиши». И он начертал на счетах своих воинов животворящий крест, знамя, хоругви сделал креста в виде креста. И таким образом он победил. И он понимал, что победил не он. Потому что вообще Максенцием понимал, он физически преобладал в количестве воинов во многих других моментах. Но тем не менее он победил. Почему? Потому что Бог ему помог. И с этого момента вся его жизнь изменилась. Он строил христианскую империю. Конечно, братья и сестры, в этом есть определенный риск строить христианскую империю. Да и, собственно, царя Константина его постоянно обвиняли. Говорили о том, что он строит не на совсем чистых идеалах, ему ведь тоже приходилось принимать решения, потому что вся судебная власть была в его руках. Знаете, я даже скажу такую страшную вещь. Она мало, конечно, известна из его биографии. Но он казнил вначале от первой супруги, он когда еще язычником был, сына своего, потому что он был заговорщиком против его. А потом он еще и казнил вторую жену. Конечно, его многие обвиняют и говорят, ну как он может быть святым после всего этого. Конечно, жена его была еще та. Она действительно была очень сложным человеком. Она постоянно хотела своих сыновей продвинуть к власти, ну и пришлось принять такое решение. А в его руках была сосредоточена судебная власть. Он принимал решение, он был судьей. Конечно, ему это нелегко было делать. Но вы сами понимаете, если допустить правителю малодушие, такую мягкотелость будет страдать вся страна. Я, конечно, не хотел бы здесь касаться политики, но вот проявил в свое время мягкотелость, наверное, наш президент Янукович. И в результате мы видим то, что мы видим. А если бы было больше решительности, то, наверное, всего этого не было. Ну, как говорят, сослагательного наклонения в истории нет. Поэтому что уже случилось, то случилось. Но приходилось постоянно принимать какие-то жесткие решения. Поэтому, братья и сестры, святость – это не безгрешность. Нельзя отождествлять святость и безгрешность. Две разные вещи. Кто безгрешен, скажите? Только один Бог. Все люди с грехом, братья и сестры. И все святые, у них тоже были свои какие-то грехи. Когда умирает святой человек, то над ним тоже совершается в начале отпевание, а не чин канонизации. И когда совершается отпевание, то там тоже такие слова произносят, как над каждым из обычных смертных. «И прости, Господи, всякое прегрешение, и не с человек, и же жив будет, и не согрешит, и только один без греха, правда Твоя, правда вовеки, слово Твое истина». Но царь Константин, он пытался построить государственную систему на евангельских истинах. Ну, не только на евангельских, вообще библейских истинах. И, вы знаете, наверное, ошибка любого правителя, который пытался построить все на евангельских истинах, ошибка и удобие, в конечном счете, то, что здесь они пытались отождествить буквально свое царство с Царством Божьим. Это невозможно, потому что здесь есть грех, здесь есть грешники. И эти грешников нужно казнить, нужно наказывать. И кому нужно принимать решение? Конечно же, правительству. А Господь как говорит наш спаситель? Если тебя ударили в левую, подставь правую и так далее. А может так поступать правитель, скажите? Конечно, не может так поступать. И здесь начинается брожение сразу же. Вот, а вот, как же он в евангельских истинах стоит, а вот же Евангелие об этом говорит. Нужно прощать врагов и так далее, и так далее. Поэтому нужно понимать, что есть, братья и сестры, физическое зло, а есть духовное зло. Духовное зло это, собственно, мотивация физического зла. Когда мы делаем какой-то грех, вот поступок какой-то, то прежде чем мы его сделали, то у нас была мотивация к этому. Мы думали, мы хотели. Вот. И в результате мыслили, чувствовали. Церковь, она стоит на страже того, чтобы человек не приходил к этой мотивации злой, духовной. Поэтому церковь борется с духовным злом. А государство, оно останавливает физическое зло. А физическое зло как можно остановить? Только физически. Вот в Ветхом Завете в основном была борьба с физическим злом. А Новый Завет указывает на мотивацию. Почему только с физическим Ветхом Завете? Потому что у людей не было вообще сил бороться даже с помыслами. Не было Христа, не было благодати, не было таинств. Была борьба только с физическим злом. И поэтому, собственно говоря, для правителей такие вот указания к действию, вот, они должны брать Светкого Завета для того, чтобы бороться с физическим злом. Помните, самую справедливую заповедь? Око за око скажут, ну как же это так? Да что же это за справедливая заповедь? А я вам тогда скажу. А справедливо, если, например, человек убил другого человека, а ему дают два года за справедливая заповедь? Справедливо? И поэтому было сказано, что глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь, в том смысле, что больше нельзя, ну и, собственно говоря, меньше, это тоже будет несправедливо. И тогда не было тюрем. А что такое тюрьма, скажите? Это рассадник чего? Того, что там буквально воспитывается вот преступность. там они научаются, учатся всему и потом приходят в жизнь. Думаете, там исправление происходит? Ну, может быть, бывает какое-то исправление. Слава Богу, сейчас Церковь Христова есть там. Немного люди все-таки слышат, исправляются, вот. Но есть серьезные вещи, которые нужно уже останавливать физически. Поэтому, братья и сестры, Константин, он непростой человек был. Он был царем, императором. А значит, и ответственность его была другая. И поэтому его нельзя сравнивать с обычным человеком и говорить, ну вот он такое решение принял. Он обязан был такие решения понимать. И даже по отношению к своим родным. Понимаете? Потому что сейчас родным все позволяют, вы знаете. Это больше всего, собственно говоря, народ и возмущает, что законы распространяются только на чужих, а на родных не распространяются. Он распространял свои законы и на своих. Ну вот, конечно, можно дискутировать, можно многое говорить, но вы знаете, у них другая колокольня, они с другой колокольни смотрели. Потому что у них другая ответственность была, другая высота была. А мы что? Мы обычные простые люди. Мы часто в своей семье не можем порядок вести, в своем дворе, на работе. Поэтому царь Константин и его мать Елена царица это великие люди были. Они очень многое сделали для прекрасного христианского государства. Конечно, разные там были императоры и плохие были тоже. Все, конечно, портили под видом того, что они христианские императоры. Но, конечно, благодаря тому, что была создана, ну, скажем, с одной стороны, достаточно идеальная система государственная, но идеального в конечном счете не бывает ничего, потому что только там все идеально. А здесь грех есть и, соответственно, знаете, как говорят, закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Можно по-разному поворачивать закон. И от этого, конечно, будет меняться качество его исполнения и так далее. Конечно, для греков сегодня это большой праздник, потому что это была создана величайшая империя и в историческом измерении нет империи, которая просуществовала бы дольше византийской. Более тысячи лет, представьте себе. Вот, по сути, с 313 года до 1453 года. То есть, очень эта империя долгожитель была. Конечно, хотелось бы несколько слов сказать за Владимирский образ Божьей Матери. В 1359 году Тамерлан напал на Москву. Конечно, ни одного поражения не имел за всю свою историю битв. Ты был действительно величайший полководец. Нашим соотечественникам было понятно, что у них нет никаких шансов. И они принесли образ Божьей Матери Владимирский с Владимиром. И это произошла встреча, где сейчас Сретенский монастырь в Москве. Ему называется Сретенский, потому что там был встречен образ Божьей Матери Владимирский. И предстательством покровительства Матери Божией он отступил. Он отступил. Явилась ему Матерь Божия и сказала не суйся сюда. Так уже на понятном русском языке. И он отошел. Он отошел. И конечно это событие оно осталось в памяти народной. Такое забыть нельзя. Вот вообще все, что мирным путем, это вот знаете, для нас русских вот свойственно. Мы все-таки хотим мира, чтобы не войной разрешать конфликты, а мирным каким-то путем. И конечно таких еще случаев из образом Божьей Матери, когда мирным путем разрешались конфликты, было еще исторически нескольким. Конечно все это оставалось в исторической памяти, в духовной памяти нашего народа. Боголюбивый наш народ, хотя и грешный народ, но все-таки мы любим Бога и понимаем, что за Ним последняя истина, а Матерь Божия, она помогает нам эту истину принять, мы чувствуем ее защиту и покровительство. Поэтому мы взираем с любовью, взираем на этот образ надеждой, что и впредь Матерь Божия будет покровительствовать нам, и мы будем жить в мире, братья сестра, будем ценить этот мир, дорожить этим миром, потому что мир, братья и сестры, это как строительство, строить всегда долго и тяжело, а разрушить раз все взорвалось, ничего нет, пустое место. Или взять, например, человека убить, или человека вырастить, разные вещи. Вот вырастить, как тяжело вырастить человека, а убить легко. Поэтому будем принимать этот дар Божий мира, блажение миротворцы, они сынами Божьими нарекутся и дочерьми. Поэтому если где-то какой-то конфликт начинает возгораться, сразу братья и сестры, идите туда с миром. Старайтесь мир там оставить, если кто-то хочет быть дитям Божьим, дочерью или сыном Божьим, блаженни миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Конфликтуют там дети, помирите их, конфликтуют родители, помогите им, конфликтуют друзья, значит, заступитесь там, тоже помирите, и тогда мы будем детьми Божьими. А что самое великое в этом мире, это быть дитям Божьим. Поэтому дай Бог, чтобы молитвами Его Пречистой Матери наш народ был дитям Божьим, а всегда хорошо детям со своими родителями. Храни Господь вас.